Пришло лето и многие опять хотят поехать в Грецию. Не потому что они там были, а потому что опять хотят. Наверное от того, что на отдыхе желаешь иметь все. А все, как известно, есть только в Греции. Для того, чтобы отправиться в эту прекрасную средиземноморскую страну, нужно совсем немного. Обратиться в туристическую фирму ВЭЛ и послушать рассказ бывалого путешественника, а теперь специалиста по Греции Алексея Суслова. Первое впечатление, там необычное море. Цвет воды какой-то, я не знаю, средиземное, совсем другое море. Красное тоже другого цвета. А здесь оно еще с ветром, с волнами. И там вдалеке какая-то Турция, значит, тоже горы Турции. Оказалось, что до Турции всего 40 километров. Ну и, в общем, пейзаж очень такой красивый, романтичный. Не зря там и Байрон когда-то бывал. Ну, в общем, Греция сразу тебя поражает вот каким-то таким свободным духом. И культура тоже на каждом шагу тебя ждет. Остров на самом деле не очень большой, но там природа есть всякая. Есть очень интересное место, называется Долина Бабочек. Там в июле слетаются бабочки. Потом я выяснял, какие. В общем, наше название это медведицы. Ну, такие очень красивые, черные. Анатолий Максимович Марченко ведущий передачи. Думаю, про них все знает. И, в общем, они слетаются. Вот как сейчас у нас эти боярышницы. То там ковры вот этих медведиц, которые такие черные, с красными узорами. Там в заповедниках есть гроты, есть, значит, речки, которые в этих гротах. Есть, ну, есть растения самые такие разнообразные. Платаны на родосе растут, кстати, очень мощные деревья. Ну, как оказалось, что у них солнечных дней 300 в году. Даже, по-моему, 310 в году. Ну, то есть практически, практически всегда. Мы были в интересном месте, называется Критика. Вообще, на родосе есть несколько поселений, критских поселений. Остров Крит где-то рядом. И критские жители когда-то перебрались на родосе и начали его заселять, как бы, и жить на нем. И вот эта критика, значит, она находится недалеко от, как бы, столицы острова, который тоже называется Родос. Вообще интересно, то есть на самом родосе население 120 тысяч. 90 из них живет вот как раз в этом городе Родос. То есть 30 тысяч остальные, они по острову. В общем-то, заселенность очень такая маленькая. Ну, конечно, сколько туристов за сезон приезжает. А сезон длится где-то полгода. Это, ну, кто-то считал. Наверное, еще столько же, сколько на острове проживает, а может быть даже больше. Так вот, это вот такая тут гавань, бухта. И тут как раз очень хороший курорт для тех, кто занимается вот виндсерфингом. Потому что тут всегда ветер. Вот я думаю, что если кто-то едет, допустим, отдыхать с детьми, может быть для них это не очень хорошие пляжи, поскольку волны. То есть для детей, наверное, лучше на западной стороне, поскольку там Средиземное море, и оно очень спокойное. То есть там нет ни ветра, ни волны. Мы удивлялись, когда ехали на экскурсию, то у нас волны, ветер, ну и правда пейзаж очень красивый. А там просто спокойное море, за горизонт туда уходит, и нет никаких гор, поскольку Турция с другой стороны. Ну, в общем, наверное, скорее всего, и причем пляжи песчаные. Может быть для детей лучше поехать на Средиземное море. Ну, а посмотреть остров можно всегда, то есть это экскурсии каждый день. Вы, конечно, везде ездили. Ну, в первую очередь сразу поехали в этот город Тродес. А город Тродес интересен тем, что там была смена разных культур. То есть все, конечно, слышали этот Родосский колосс. Родосский колосс как раз находился в городе Родосе. Но, как оказалось, то есть я на самом деле немножко подзабыл историю, но там напомнилось, что он всего стоял 66 лет, а потом случилось землетрясение, и он был разрушен. Этот Родосский колосс, это, значит, огромная статуя с расставленными ногами, под которой проходили корабли. Статуя бога солнца Гелиос. Но это было седьмое чудо света. Но сейчас даже никто не знает, где он находился. Но примерно в этом месте, как историки изучали, и есть догадки, где он располагался, стоит теперь огромная колонна, и на ней стоит олень. Ну, я не знаю, с чем это связано. Ну, в общем, как бы просто все говорят, а вот здесь раньше был Родосский колосс. Ну, точно никто не знает. Ну, и, в общем, этот город Родосс интересен еще тем, что там когда-то расположились, как бы это был укрепленный город мальтийских рыцарей. Причем они даже еще не были мальтийскими рыцарями, они попали на Родосс раньше, чем попали на Мальту. То есть им пришлось с Родосса уехать на Мальту, когда такой, значит, очень крутой султан их все-таки победил. Это вот сейчас идет сериал «Сулейман великолепный». Так вот, я не знаю, как он взял эти бастионы, потому что это высоченные стены, глубочайшие рвы, и эти рыцари, то есть, ну, целая армия рыцарей. Но все-таки ему удалось их победить и вытеснить, и они уехали на Мальту. И там уже они организовали свой мальтийский орден. Причем с ними поехало очень много греков. И вот я тоже был когда на Мальте, не знал, на кого похожи вот жители Мальты, а теперь я думаю, так они похожи как раз на жителей Родосса. Вот была, значит, еще одна экскурсия. В очень древний город под названием Камирос. Вот как раз там сохранился древний античный город. Его откопали случайно, то есть, какой-то ходил там пастух, и вдруг у него потерял козу. Коза куда-то провалилась. Оказалось, что она провалилась в античный колодец. И когда приехали археологи, они начали все раскапывать. Но это как раз было время, когда народа себе командовали итальянцы. То есть, это, ну, вот, сороковые годы. До сорок третьего там были итальянцы. И вот итальянцы очень много провели археологических раскопок. И очень много ценностей с Родосса вывезли. Потом пришли немцы в сорок третьем году, ну, как бы, фашисты. Им уже было не до того, и, в общем, что не успели увезти итальянцы, все-таки народа себе осталось. Ну, как говорит экскурсовод, в общем, сами Родоссы или, ну, или греки, они не очень любят все эти древности. Ну, как бы, спокойно к этому относятся. То есть, они не ходят в музеи. У них, они, если отдыхают, то это какое-нибудь застолье с вином, там, с закусками хорошими. Очень вкусная еда, конечно, в Греции. И, в общем, но в то же время вывозить осколки античных колонн. И вывозить нельзя, поскольку это культурное наследие. И его не надо отрывать, оно валяется просто под ногами. И, в общем-то, от обычных камней это отличить сложно. Но, поскольку рядом тут дарическая колонна, и ты видишь, что это уже цвета камушек, то понимаешь, сопоставляешь, что это оттуда. Но оказалось, что если кто-то вывозит и попадается в аэропорту, то ему грозит 12 лет тюрьмы. Еще была очень интересная экскурсия, не знаю, тут есть этот остров. Называется остров Сими. В общем, это остров рыбаков. И эти рыбаки зарабатывают на жизнь, что они ныряют, а на дне такие растут губки. То есть это натуральные губки. И они растут там на глубине 15 метров, 10 метров. И вот они ныряют, их достают, и это и продают потом. То есть это их бизнес. Это как мочалка, что ли? Она, да, становится мочалкой, но это живые были губки. А чем остров отличается? То есть он, поскольку рыбаки жили, а дома у них на разных уровнях, прямо на скалах. Как многоэтажные, только много-много домов. И они, чтобы вот они уходят в море, а их ждут там семьи, жены. И они, значит, чтобы издалека, когда возвращаешься понимать, куда ты, где твой дом, они красили все дома в разные цвета. Поэтому это такой вообще импрессионизм, когда ты едешь на катере, и там эти домики, очень красиво. Ну, для русских, само собой, очень интересно, поскольку там тоже православные люди, там много православных святынь. То есть в одном месте в Лидосе когда-то высаживался апостол Петр, в другом, значит, есть мощи Пантелеймона, есть мощи Филимона. И то есть русских всех как раз возят еще по этим святыням, по этим историческим местам. За 9 дней на все экскурсии не поедешь. А вот эти бензины очень дорогие, там дорогой бензин в Греции безумный. Ну, экскурсии, да. Причем, знаешь, интересно, то есть надо, кстати, людей предупредить. То есть, когда ты едешь с определенным оператором, этот оператор в первый же день предлагает тебе экскурсии. И вот он говорит, там, допустим, экскурсия на остров Сими стоит 50 евро. Ну, я вам сделаю дешевле, если вы возьмете две экскурсии. Ну, значит, ну, все отлично. То есть, как бы человек думает, что ему сделали дешевле, покупай две экскурсии. Потом ты начинаешь общаться с русскими, ну, которые тоже так же приехали. Они говорят, а мы вот в Родосе купили за 16 евро ту же экскурсию. То есть оператор очень сильно накручивает. То есть надо сначала перед тем, как... Да, оператор делает так, что вот я буду в вашем отеле только сегодня. И ты... У тебя сразу, о, срабатывает. Надо быстро заказать экскурсию, а то останешься без экскурсии. Но потом оказывается, что в твоем отеле еще есть турбюро. И там дешевле в два раза. Если ты поедешь в этот Родос, там найдешь вообще дешево. Ну, то есть, в общем, не надо сразу поддаваться, надо изучить обстановку. Насчет еды и оливок, да. Вот что было невкусным в ресторане, в отеле как раз оливки. Ну, там вот какой-то у них слой, сорт оливок. То есть они не черные. Масло там на любой вкус. Все туристы покупают масло. И масла много, и цена на него не очень большая. Ну, и, конечно, вина. Вот делают очень хорошие вина. Еда там вкусная, порция огромная. Ну, и да, там названия такие экзотические, что сразу не запомнишь. Ну, вот что-то типа нашей шаурмы. Это вот так же поструганное мясо. То есть на таком вертеле они отрежут большим ножом. Это называется гиро. Вот. Очень вкусно. Причем, когда-то я был в Америке, тоже в греческом ресторане. Так там они сделали, это называлось у них такой слоган, греческий ответ Макдональдсу. Надо сказать, что впечатлений много, но вот куда-то хочется вернуться, куда-то нет. Я бы туда вернулся и проехал бы на велосипеде вокруг острова. Хотя, в принципе, 220 километров не так много. Но поскольку мы вот велосипедисты, может быть, вот такая бредовая идея, может быть, поехать на Крит. Все-таки Крит, наверное, километров 800, если его объезжать. Вот это было бы здорово его объехать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова